С давних времен изысканным украшением интерьера и одежды являлось кружево, сплетенное на коклюшках. Сам процесс завораживает, а перезвон работающих коклюшек приносит упоительное умиротворение, успокоение и радость. Понятие кружева не сразу получило свое современное значение. Первое упоминание о нем встречается в епатевской летописи 1252 года в описании одежды князя Даниила Галицкого. Но сначала в древнерусском быту словом «кружево», точнее «круживо» назывались разные отделки по краю одежды или изделия. Со временем слово «кружево» закрепилось за ажурными изделиями из ниток. Искусство плетения ажурного узора из нитей с помощью небольших деревянных палочек-коклюшек стало развиваться лишь после появления металлических булавок в XVI веке. Кружево – искусство европейское. Появилось оно на рубеже XV-XVI веков в Италии. Затем центр кружевоплетения переместился во Фландрию, в частности в город Брюссель, где стали изготавливать очень тонкие воздушные браманские кружева из льняных нитей особого качества. Требуемый для них лен рос только на полях браманта. В Россию же плетение кружев пришло из Западной Европы в XVII веке. В царских мастерских изготовляли кружево в виде прошивок из золотых и серебряных нитей. Украшали кружево блестками, звездочками. Было известно кружево, саженое и неженое жемчугом, кружево с пухом. Его употребляли для украшения парадной царской, боярской и церковной одежды. Затем плетение кружев переходит в помещичьи, усадьбы и монастыри. Наряду с растительными в них появляются сюжетные мотивы, характерные для русского народного искусства. Например, птица-пава, древо жизни на фоне незамысловатых сеток. В конце XVIII-начале XIX века появляются крепостные мануфактуры по производству кружев. В это время кружевоплетение перерастает в промысел. Сегодня кружево вновь входит в моду. Нежные легкие узоры придают современной бизнес-вумен женственность, хрупкость, романтичность. Плетение кружева на коклюшках обретает популярность среди рукодельниц. Есть кружок кружевоплетения на коклюшках и у нас в Электрогорске. Субтитры создавал DimaTorzok